На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись. Гэри Хилл, Кристиан Марклей. Синестезия и синтез искусств. Часть первая. Добрый вечер. У нас нет сегодня официальной части, поэтому я с вами здороваюсь. У нас очередная лекция с цикла «Несимметричное подобие». И сегодня мы продолжаем историю про медиа-арт и видео-арт. В прошлый раз мы говорили, кто помнит, про нам, Джун Пайка и Беловиолу, про изобретателя медиа-арта, который в видео и в этом искусстве новых технологий занимал прежде всего сам по себе сигнал и само по себе медиа. И про Виолу, который исследовал и утверждал образ изображения, что изображение в новых медиа, видеоизображение благодаря ему обретло, наверное, такой же статус, как и живопись, которая была местом появления образа по определению в европейской культуре. А сегодняшние наши герои – это два американских художника, Гэри Хилл и Кристиан Марклей. Марклей оба, я думаю, что Марклая могли бы видеть на выставке в гараже, показывали его проект. Часы, кто его видел? Немного, ладно, придется рассказывать подробнее. Игоря Хилл тоже вы могли видеть, он приезжал несколько лет назад в Москву на медиафорум Московского кинофестиваля и показывал свои видеоработы. И тоже, насколько я помню, у него был мастер-класс в гараже, в старом. Чем занимаются эти два персонажа, эти два героя? Для них новые технологии становятся способом взаимодействия со звуком, прежде всего. И для Гэри Хилла это прежде всего звук, это прежде всего язык и речь. То есть это продолжение в видеоарте той проблематики языка, которая существовала, например, в концептуализме, которая существовала у Кошета. Для Марклая это прежде всего музыка, и звук как музыка, почему музыка как музыкальная запись прежде всего, это и ноты, и всевозможные аудионосители. Марклей занимается прежде всего именно музыкой, он скорее музыкант, чем видеохудожник, но именно его занятия музыкой и интерес к исследованию медиа с точки зрения музыки и звука сделали, возможно, появление такого абсолютного шедевра, конечно, как фильм «Часы». Ну, вот про этих персонажей мы и будем сегодня говорить. Гэри Хилл, американский художник, калифорниец, родившийся и выросший в Санта-Монике, это пригород Лос-Анджелеса, человек, у которого, в виде его дату рождения и представляя себе, что такое Калифорния 60-х годов, можно представить, что его юность, собственно говоря, пришлась, его отрочество пришлось на самый интересный период калифорнийской жизни, такой хипистической, вольной, с альтернативными образами жизни. И юность он свою провел так, как полагается проводить в юности подростку из Санта-Моники. Он занимался серфингом. И вот этот физический опыт серфинга телесный и опыт взаимодействия с природой для него оказался очень важным. И к этому опыту серфера он, как ни странно, один из самых интеллектуальных и сложных художников в виде арта, таких философских, будет постоянно возвращаться. Начинал он со скульптуры. И причем он как бы, как он сам рассказывает, то, что он делал, как скульптура, таким совсем еще лет в 16-17. Тогда он почти не знал, как выглядит современное искусство, вообще что-то такое. И то, чем он занимался, опять-таки, с его слов, напоминала смесь Босха, Пикассо, Дали и Джакометти в психоделическом изводе. В общем, страшно представить, что это было. И вот картинок, к счастью или к сожалению, того, как это выглядело, у меня нет. Я их никогда не видела. Опять-таки, можно довериться только словам автора. И после вот этого своего краткого занятия скульптуры он приехал из Калифорнии в Нью-Йорк, который тогда был, на Восточной побережье, которое тогда было центром интеллектуальной и художественной жизни. И довольно рано начал заниматься видеоартом. Видеоартом он занимается с начала 70-х годов, то есть тогда, когда это медиа, когда это направление только-только появляется. И занимается он им не с точки зрения того, как можно записывать изображение или записывать картинку, а с точки зрения того, как можно при помощи этих новых видеотехнологий, новых электронных технологий, действительно электронное искусство, этим образом манипулировать. Занимался он вначале тоже тем, что он составлял прежде всего аудиодорожки и работал с видео так, как работают с аудио, по тем же технологиям и по тем же наработкам, по которым скорее работали с аудио, чем с картинкой. Как вы помните, примерно такой же путь проделал Билл Виола. И вообще довольно многие художники новых медиа начинали именно с музыки, опять-таки с такого юношеского интереса к музыке, к электронной музыке, к рок-музыке, который был общим для этого поколения. Как я говорю, это прежде всего не создание изображения, а манипулирование. Вот одна из его самых ранних работ, которая называется «Ячейка» или «Сетка». Вот эта вот сеть, которая там протянута, в нее вставлены мониторы. Что эти мониторы показывают? Вот это странное зернистое изображение – это изображение самого зрителя. Вот человек, который смотрит на это видео, смотрит в камеру, которая его снимает, и его уже искаженное, разобранное на пикселе изображение, собственно говоря, он и показывает. Поэтому искусство Гайри Хилла – это искусство, которое достаточно в большой степени интерактивно. Цветная горизонтальная фотография работы художника Гайри Хилла «Сетка». Мы видим внутренний угол выставочного зала. На белой стене висит плоский экран на уровне глаз зрителя. Над экраном закреплена камера видеонаблюдения. Перед экраном стоит девушка, посетитель галереи. Она стоит к нам спиной. Она смотрит на экран. На экране её собственно искажённое чёрно-белое изображение, состоящее из крупных пикселей, квадратов крупного размера. То есть камера снимает лица посетителей и передаёт их на экран в искажённом виде. Стены по периметру зала обтянуты полосой тонкой чёрной сетки, шириной примерно 1 метр. Зритель не может оставаться просто наблюдателем или зрителем. Он должен быть вовлечён таким или иным образом, он оказывается вовлечённым в произведение. И то, что создаёт Гайри Хилл, является не столько образом, сколько опытом, неким экспириенсом, через который должен пройти зритель, и через который должен пройти сам художник, который показывает следы, как бы некий результат этого своего экспириенса. Одна тоже, но при этом вот эта вещь, которую мы только что говорили, была связана с изображением, чисто с изображением, но более такие характерные для Хилла работы, это работа, связанная с речью. Вот такая его работа, первонаперво говоря, или первичная речь, её можно по-разному переводить. У него достаточно сложные названия, многозначные, поэтому я извиняюсь за качество перевода, у меня не очень хороший английский, и вот не всегда смогу их давать. Цветная горизонтальная фотография инсталляции художника Гэри Хилла, говоря в первую очередь, 1981-83 годов. Мы видим выставочный зал с высоким потолком. В центре зала построены две дополнительные белые стены, которые образуют коридор. Их высота примерно 2 метра. В стены вмонтированы плоские цветные экраны. На каждой стене по 4 экрана разного цвета. На левой – пурпурный, жёлтый, голубой и бирюзовый экраны. На правой – голубой, красный, зелёный и синий. Это работа, которая была потом, как вы видите, уже многоканальная видеоинсталляция, коридор, через который должны путешествовать зрители, наблюдая. Показана она была на документе. И что, собственно говоря, было на этих экранах? На этих экранах были огромные изображения губ разноцветных, произносящих некий текст. Вот как выглядит фрагмент этого видео. Мы видим монохромное изображение губ во весь экран. Изображение постоянно меняет цвет. Сначала всё синее, потом красное, потом зелёное. Губы произносят название этих цветов на английском. Вот такое бесконечное зацикленное изображение, зацикленная плёнка. С одной стороны, всё очень скучно. Это всё напоминает классический концептуализм. Помните, мы говорили про Кошута? С работами пять слов, пять цветов. Это то же самое, это только рот, это губы, которые произносят название того цвета, которым в данный момент окрашивается экран. Но при этом, конечно, это отсылает к классическим произведениям концептуалиста Кошута. Но это их переворачивает, потому что Гэри Хилл тоже работает с языком. Но язык оказывается абсолютно в другом состоянии, чем в классическом концептуализме. Язык — это не слова, это не высказывания, это не знаковая система. Язык — это прежде всего речь, это некое физическое действие. Это то, что связано с телом. Это то, что является в большей степени действием, чем значением. Это язык, который мы не читаем, это язык, который мы воспринимаем, который становится зрительным опытом, физическим опытом. И можно себе представить, что вот этот самый коридор из мониторов, на каждом из которых возникают эти глупы, которые произносят одно и то же слово, оказывается неким зрелищем одновременно и довольно комическим, потому что любой повтор довольно комичен, и достаточно психоделическим. То есть это некое заклинание, это некий постоянный звук, который постоянно — это меняющаяся разноцветная картинка, меняющиеся цвета. То есть это превращается в некий психоделический опыт, о котором, конечно, у концептуалистов с их абсолютно рациональным сознанием, подчеркнуто рациональным, выступленно рациональным, не могло быть и речи. То, что Гарри Хилла интересовало, и то, что связано в том числе и с психоделическим опытом, это ситуация с инэстезией. Это ситуация, когда любой... Ну, с инэстезией, знаете, знаменитый пример классического стихотворения Артура Рамбо, окрашенное гласное. Это некий психологический феномен, который свойственен неким людям, когда для кого-то из нас тот или иной звук, или та или иная буква, вернее, звук речи, ассоциируется с тем или иным цветом. Или, например, с запахом, или, например, со вкусом. Вот, например, у Галдинского, который обладал этим даром, или особенностью с инэстезией, у него цвета ассоциировались не только с формами, но и, например, со звуками и со вкусом. Например, синий был, по-моему, цветом, ассоциировался со звуком органа и вкусом свежего инжира. То есть бывают очень серьезно разработанные системы. И то, чем занимается Гарри Хиллом, пытается найти, каким образом речь связывает различные образы. Что речь — это может быть звук, это может быть некое действие, это может быть некий вкус, потому что всегда артикуляция некого слова порождает некое особое ощущение во рту, особое физическое ощущение. Когда Виктор Шкловский писал о русских поэтах-заумниках, это довольно близкая проблематика поэтов, которые сочиняли, как Хлебников, как Крученых, которые сочиняли стихи из-за несуществующих слов, из-за одних только звуков. Это ничего не значащее заумное слово. Что это такое? Шкловский дает гениальное определение — это танец органов речи. Это что-то, что мы воспринимаем не как значение, даже не как звук, а как некое физическое ощущение. И вот этот самый танец органов речи — это то, что пытается передать Гарри Хилл. Или танец букв как таковых. Вот такое маленькое видео, тоже ранняя случайность, первая часть из многих. Это история про то, каким образом речь генерирует образы, каким образом речь заставляет танцевать буквы. Такое раннее тоже — это первое начало электронных видео, электронных спецэффектов видео. А как это? Где действительно речь не читает, голос не читает текст, а генерирует образы, генерирует некий визуальный ряд. Серый квадрат на чёрном фоне превращается в круг. Переходит в форму, похожую на крылья, затем в треугольник. На треугольнике появляется текст на английском. Текст двигается влево, как бегущая строка. Всё исчезает. Текст образует треугольник. Текст расползается словно дым. Линии дыма превращаются в фигуру, похожую на крылья. Появляется форма, похожая на крест. Превращается в серый квадрат. Распадается на две отдельные кривые формы. Затем за недостатком времени мы можем смотреть только небольшие фрагменты этих видео. Их можно найти, желающие могут это найти в YouTube, на Vimeo и посмотреть целиком. Просто в этом примере очень важно показать, каким сложным феноменом является для Гарри Хилла язык, что это не одновременно, и что это не надпись, которую можно прочесть, и не текст, который записан за речью. Это одновременно очень сложный опыт, в котором есть и изображение, и звук, и запись, и движение, и некий пространственный опыт. Весь этот опыт достаточно ошарашивающий для зрителей, особенно если учитывать, что это 80-е годы, и сама возможность так работать с изображением только-только появилось, это то, чем он занимается. При этом, как я уже говорила, для него важен не язык, а речь, то есть речь как некое физическое действие, и поэтому в его перформанс, в его видеоарт обязательно образом оказывается вовлечено тело. В этом смысле он идет и оспаривает не только концептуализм, но и оспаривает перформанс арт, оспаривает и в каком-то смысле продолжает и вступает в диалог с такими персонажами, как, например, Крис Бёрден. Вот такая вот ранняя тоже работа. Что это такое? Есть мониторы в виде, расположенные в виде креста, в виде распятия, где есть голова, кисти и стопы ног. Как это изображение, это меняющееся изображение, как это движущаяся картинка, как это изображение получается? Это результат некого перформанса, во время которого художник снимал себя и ходил вот в таком вот виде, обвешившись огромными количествами камер, которые, собственно говоря, прикрепленные к нему камеры, снимали его лицо, руки и ноги. То есть это опыт, когда человек записывает сам себя. Две цветные вертикальные фотографии, документация работы художника Гэри Хилла, «Главный вопрос» 1983-87 годов. На фотографии слева мы видим белую стену выставочного зала, на которой установлены пять телевизоров. Они образуют крест, но расположены на большом расстоянии друг от друга. Верхний телевизор висит под потолком, на нём мужское лицо. По бокам от него чуть ниже висят два телевизора, на них показаны кисти рук. Возле пола висят ещё два телевизора, они висят рядом. На них человеческие стопы. Всё вместе отсылает к распятому человеческому телу. На фотографии справа мужчина стоит в лесу на тропинке. Это сам художник, он виден со спины. Он шагает вперёд, его руки расставлены в стороны. На ногах, руках и груди художника закреплены камеры. Они передают изображения на телевизор и на стене. На мужчине обрезаны до колена джинсы и светлая футболка. Мужчина босой. Хилл достаточно часто сам оказывается перформером в своих видео. И для него очень важно, что он не снимает себя в кино, что он не является актёром, который играет у себя фильмы, что он является перформером, что вообще процесс, которым он занимается, ни в коем случае не является съёмками фильма, а является записью чего-то происходящего. Это разная терминология, не только техническая, потому что фильм снимается, видео записывается. И это запись, в которой он ни в коем случае, в котором всегда оказывается вовлечён в этот процесс, а не является сторонним наблюдателем, который выйдя из-за камеры сам себе даёт команды. Он исследует некий свой опыт, некий свой экспириенс, который он и представляет. Экспириенс достаточно тяжёлый, потому что видно, сколько на нём навешана аппаратура. Всё-таки ещё в 80-е годы камеры были не очень портативными. Видно, что это достаточно изнурительный физический опыт, который трансформируется в такую видеоинсталляцию, где, по-моему, в первом варианте изображения, может быть, шли в прямой трансляции, и становится образом тела. Насколько возможно передать некий целостный образ тела физически в видеоарте и передать свой экспириенс существования, здесь и сейчас физического существования и изображения тела. Изображение личного опыта художника. Собственно, это тоже один из элементов, с которого начинался видеоарт. Это видеозапись перформансов, когда художники записывали сами себя на видео, чтобы сохранить, запротоколировать собственные исследования, собственный экспириенс. В 80-е годы Хилл продолжает снимать одноканальные видео, собственно говоря, видеофильмы. И один из фильмов, который он снимает в то время, тоже связанный с его языковыми экспериментами, это фильм, который он снимает во время стажировки в Японии. Как мы уже говорили, в связи с Виолой, в связи с Пайком, в 80-е годы Япония, самая технологически продвинутая страна, в том, что касается видеокамеры и всего прочего, электроники, была такой меккой для видеохудожников, потому что она давала стипендии художникам, работающим с новым медиа. Поэтому там все побывали, и поскольку все европейцы и все американцы были невероятно очарованы не только техническими достижениями японской культуры, но и ее древними тайнами, все они так или иначе отметились на японские сюжеты. И Хилл там снял фильм с таким вот странным названием «Ура Ару». Что фильма, к сожалению, нет, я не могу вам показать фрагменты, но что в этой истории интересно. Хилл научился или освоил одно такое редкое умение. Он умеет говорить задом наперед, то есть когда любой текст может быть произнесен в обратную сторону. Это существует как детская игра, это существует как вариант сленга, но это требует какого-то особо устроенных мозгов. Насколько я знаю, он специально этому учился, вот этому говорению наоборот, потому что это тоже некое исследование языка, как с ним можно манипулировать, что происходит с речью, что происходит с лом, когда оно читается как полиндром. И в Японии он выяснил удивительную для англоговорящего, во всяком случае, человека, вещь, что в японском языке существует множество слов, которые можно читать наоборот. И поскольку в японском языке нет дифтонгов, то нету разницы, да, звуковой разницы. В одну сторону, если ты записываешь слово и пускаешь запись в обратную сторону, то она не меняется, звук не меняется, интонировка не меняется. И оказывается, что есть множество слов, которые, будучи прочитаны наоборот, также оказываются словами, вполне существующими в этом языке. Там очень много полиндромов, очень много естественным образом существует полиндромов. Причем те слова, которые получаются при обратном прочтении каких-то обыденных слов, оказываются словами очень старинного японского языка, оказываются словами из лексикона театра Нон, из лексикона средневековых японских текстов. Хилл не знает японского языка, но при этом, обладая невероятной чуткостью к тому, как устроен язык, он наткнулся на этот феномен и вместе с японским поэтом придумал целый фильм, который связан с текстами, который связан с японским театром, который связан с этими самыми словами-балендромами и с некой концепцией, как он это называет, языка оригами, языка, которое слово оригами, время не оригами. То есть оригами – время, которое можно раскладывать и складывать в разных направлениях, в разную сторону. И вот этому самому феномену языковому, связанному с японским языком, посвящен один из вот этот самый фильм «Ура Ару». Я не знаю, что значит ни одно из этих слов в японском языке, но, видимо, что это значит. И немножко позже Хилл снимает удивительную для видеоарта вещь, это уникальное произведение. Это 45-минутный полнометражный фильм, и для видеоарта вполне себе полнометражный фильм. Это одна из немногих в видеоарте экранизаций полноценных. Это экранизация романа «Томас Тёмный», роман, который написал французский писатель Морис Бланшо. Это середина, вторая половина XX века. Такой невероятно сложный, очень красивый модернистский текст, который Хилл прочел в 80-е годы на английском языке. Это был один из первых переводов этого текста на английский. И для него это стало одним из решающих чтений, решающих литературных произведений, которые он когда-либо читал. Это роман, который абсолютно не поддается никакой экранизации. В принципе, экранизировать «Томаса Тёмного», как у Лисса Джойса экранизировать, даже еще сложнее, наверное, потому что в Улисе все-таки можно какой-то сюжет вычитать. А там никакого сюжета нету как такового. Это текст, который очень мучительный, действительно очень темный текст. Он не существует на русском, к сожалению, поэтому не могу дать библиографию. Это текст, в котором, собственно говоря, происходит процесс распада этого текста. Текст, в котором распадается повествование, распадается синтаксис. И этот распад настолько почти физически мучителен для читателя, что ты понимаешь, что с этим распадом этого языка и с распадом этого повествования сам герой, протагонист, вот этот самый Томас Тёмного не может не распасться, что эта история в конечном итоге про смерть главного героя, который иногда главный герой, иногда наратор, там меняется. Это иногда написано от его лица, иногда написано в третьем лице. Как вы помните, кто помнит фильм «Космическая Одиссее»? Там есть потрясающая сцена, когда отключают компьютер, который умирает и, умирая, начинает заговариваться. То есть смерть этого существа разумного дается через распад речи. Вот роман «Бланшо» — это примерно такая же ситуация, такой катастрофического распада языка, что он может оказаться только в ситуации распада и смерти главного героя. И Хилл снимает этот фильм, в котором нет текста, в котором не звучит ни одно слово, в котором есть только страницы книги, которые нельзя прочесть. Это примерно такие кадры, в котором он снимается сам. И снимает он, собственно говоря, историю про то, как, если уж он берется воплотить этого персонажа, это приводит к некой ситуации распада его самого, к тому, что книга, этот текст, который он пытается перенести на экран, в конечном итоге его уничтожает. «Черно-белая горизонтальная фотография» — это кадр из видеоработы Гэри Хилла. Фотомонтаж. В центре, на белом полу, лежит голый мужчина. Он лежит на боку к нам спиной, немного свернувшись, подтянув ноги к себе. Это сам художник. Волосы темные, немного всклокоченные. На заднем плане при помощи фотомонтажа добавлено изображение разворота книги с текстом на английском языке. На переднем плане, в нижней части фотографии, по центру, торчит что-то вроде палки, напоминающей длинное дуло оружия. Это очень довольно мучительный для просмотра, и при этом совершенно завораживающий видеопуст. У меня был с ним связан, может быть, не очень показательный, но довольно занятный момент. Я его смотрела ровно после того, как я прочла этот роман, не зная, что это экранизация, и титров там нет. И где-то на первых десяти минутах я поняла, что это вот этот самый роман, без всяких внешних указаний на него. То есть это абсолютная передача не текста, не буквы текста, хотя буквы там как раз есть, а того невероятного опыта чтения этой книги, который может возникнуть у читателя. И случайно Хилл рассказывает, что для него, что он взялся читать этот роман, который ему дали его знакомые, которые держали как раз то самое издательство, которое решило сделать перевод и опубликовать эту книгу впервые в Америке на английском языке, и дали ему это почитать после того, как они обсуждали опыт приема ЛСД. То есть опыт такого абсолютных измененных сознания, распада сознания, опыт, который отчасти сопоставим с тем опытом, который может получить читатель этого текста Мориса Бланшотт. И Бланшотт с тех пор для Хилла оказывается одним из ключевых литературных персонажей, литературных фигур. На его текстах основаны многие другие произведения Гори Хилла. И косвенным образом основано вот такое произведение, называется оно «Помехия из сосудов». Это была работа, сделанная по заказу центра Помпиду, и основывалась она на текстах апокрифических евангелий, найденных в Египте. Это было огромное археологическое открытие, в том числе там было евангелие от Фомы. И когда Хиллу, как художнику, занимающемуся языками и текстами, предложили сделать некую инсталляцию на тему этой библиотеки. И поскольку там было евангелие от Фомы, он подумал, что было бы страшно, что это евангелие имеет отношение к тексту Бланшотт, Тома Стемной. И попытался, поскольку дело было в Париже, ему предполагалось, что он будет работать с французскими писателями, поэтами, мыслителями, каждый из которых может тем или иным образом интерпретировать один из текстов этих евангелий. Почему вот это название из сосудов? Потому что эти папирусные свитки были запечатаны в гриняных сосудах. И он захотел найти Мориса Бланшотт, тогда живого, и поговорить с ним. Но Бланшотт был затворником, характер у него был сложный. В общем, это сотрудничество не состоялось. И тогда вместо Бланшотт Гарри Хилл нашел Жака Доридо. Замечательного философа, постструктуралиста, который занимался природой речи и слова, и текста. И написал достаточно много исследовательских текстов про Бланшотт. И Дорида участвовал в этом видео, он читал, как раз это интерпретировал, как раз это самое Евангелие от Фомы. И не только принял участие в этом проекте, но и потом написал замечательное эссе про Гарри Хилла, где он пишет о том, каково ему, философу и мыслителю, было сниматься. И даже не только каково ему было сниматься, сколько каково ему было видеть себя на экране. Фотодокументация инсталляции художника Гарри Хилла 1988 года. Большое помещение с белыми стенами. Половину комнаты занимает белый подиум. С одной его стороны стоят семь деревянных стульев. Напротив них у стены стоят семь телевизоров. Телевизоры помещены на небольшой вытянутый подиум, возвышающийся над большим подиумом. Изображения на телевизорах разобрать на данных фотографиях невозможно. Видеть свое подобие, свой симулятор. И что такое это переживание увидеть себя со стороны, увидеть свое подобие, увидеть как только в этом состоянии подобие ты можешь взаимодействовать с текстом. Очень запутанный текст. Я не берусь в трех словах пересказать эссе на ряды, но просто интересно, что встреча таких разных авторов существовала. И природа текста, изображения и повествования возникает еще в одном из одноканальных видео Горехева. Это очень красивое маленькое видео, которое, наверное, можно перевести как «Рассказывание места» или как «Место рассказа», где тоже повествование «Голос, звучащий за кадром», собственно говоря, определяет то, каким образом мы видим картинку. Манипулирует нашей точкой зрения, нашим фокусом зрения. Тоже это небольшой фрагмент, это небольшое видео, которое мы сейчас посмотрим. На черном экране надпись на английском языке «Место рассказа», «Пролог». Она исчезает. На экране множество предметов. Камера движется вокруг них. Они сняты очень близко. Фокус камеры переходит с одного предмета на другой. Глубина резкости очень маленькая, поэтому кажется, что предметы как будто превращаются в размытые пятна, растворяются и появляются вновь. Среди предметов есть черепа животных и птиц, камни, скорлупа яйца, скорлупки орехов. «Крэм, который был искренен, выясняли, что мы близко, но это не мгновенно. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такое долгое путешествие, которое оказывается, что это путешествие по какому-то очень ограниченному месту, и только язык и текст может превратить его в такое ощущение бесконечного некого странствия. С текстом связана была, с языком и с некими заклинательными свойствами языка и речью была связана и вот эта инсталляция, озаглавленная фразой из английского детского стишка про то, как пришел паук, сел рядом с маленькой девочкой и спугнул ее. Субтитры сделал DimaTorzok Две фотографии инсталляции художника Гэри Хилла и сел рядом с ней 1990 года. На первом фото — темное помещение. В нем стоит небольшой стол на четырех тонких черных ножках. Он стоит недалеко от стены. Над столом висит маленький проектор. Он освещает стол и нижнюю часть стены синим светом. На столе пусто. Слева от стола стоит стул. На втором фото — фрагмент похожего темного помещения. В центре кадра сверху вертикально висит прозрачная трубка, внутрь которой помещен маленький проектор. Свет проектора окрашивает стекло трубы в голубой цвет. Проектор создает квадратное изображение на полу. Его трудно разобрать. Вокруг него на полу круглая черная тень, а дальше расходятся круги синего света. Сначала они более интенсивные, но постепенно рассеиваются. И детский стишок, который прорастает, заклинание, мы оказываемся таким наваждением, которое трансформирует все место вокруг себя. И оказывается этим ритмом, который заставляет танцевать комнату и, видимо, причиняет некое головокружение зрителю. Вот такая же как бы, ну, 80-е годы были эпохой одноканального видео. А 90-е, конечно, были эпохой в основном видеоинсталляции. И вот одна из таких тоже очень ярких инсталляций, основанная также отчасти на тексте Мориса Бланшо-Томас Тёмной, на видео, которое, собственно, то видео, которое Гарри Хилл снял. Скорее всего, он его использовал для этой инсталляции. Это много-много мониторов, таким образом расставленных, каждый из которых представляет какой-то видеофрагмент человеческого тела. Две чёрно-белые фотографии работы художника Гарри Хилла, поскольку это всегда уже происходит. As it always already taking place. 1990 года. На фотографиях видно около 10 мониторов разного размера. Они стоят в тёмном выставочном зале на ровной однотонной поверхности, возможно, на столе или в нише. Они расположены неровными рядами, самые маленькие впереди. Между экранами видны толстые провода. Экраны имеют скруглённые углы. Каждый экран повёрнут немного в сторону. На экранах можно увидеть части тела человека. На левом большом экране – вертикальный фрагмент спины с выпирающими позвонками. На следующем в правой экране – изображение запрокинутой шеи. На одном из экранов в правой части – мужские гениталии. На остальных изображения сложно разобрать. И тело, которое оказывается, как писали исследователи творчества Гарри Хилла, словом, которое состоит из букв. Эти части тела являются некими буквами, которые составляют тело как слово. У этого видео есть аудиоряд. Я не видела, к сожалению, живьём эту работу. Но аудиоряд, который связан с чтением, причём не с начитыванием текста и произношением текста, сколько со звуками чтения. Листание страниц, вздохи, то, как мы реагируем, услышав что-то, смехом, вздохом или ещё чем-то. И вот это самое постижение тела через чтение. И сам по себе процесс чтения, как процесс не интеллектуальный, а процесс некой физической, телесной вовлечённости – тоже один из постоянных сюжетов, с которыми Гарри Хилл работает, и он работает уже в инсталляции, которая позволяет вовлечь в этот процесс не только автора, но и зрителя, который, например, в этой инсталляции мог блуждать по такому тёмному пространству и не стоять перед мониторами, а видеть, как видеопроекции появляются не на экранах, не на мониторах, а на страницах книг. И через эти страницы поступают лица, руки и фрагменты человеческого тела, что любая книга и текст обретает плоть и обретает некую чувственность, ту чувственность, которая есть в языке, когда он становится не языком, а речью, когда он становится неким физическим действием. Такая же инсталляция исследующая человеческое тело, ещё одно тело, как слово, состоящее из фрагментов, как букв. Название переводится как «отбросить сомнения», насколько я понимаю, это некая английская идиома, допустим, «отбросить сомнения». И это два человеческих тела, разделённые мужское и женское, обнажённые, разделённые на эту самую бесконечную цепочку этих мониторов, на которых они взаимодействуют друг с другом, меняясь местами, и образуют вот этот самый язык, который состоит, язык тела, который состоит уже не из слов, а из букв. То есть, когда из разных букв можно, как известно, составить разные слова, то есть постоянная возможность постоянного перемена, метамофоза и бесконечная вариативность этого языка, этих слов и букв. Одна из самых знаменитых инсталляций Горихилова, такая классическая, называется она «Парусники». И это как раз тот первый случай, когда, собственно говоря, текстов там нет, то это абсолютно немое, беззвучное существо, как бы инсталляция. Очень плохо видела поддающееся фотографированию. Что это такое? Это некий коридор, в который входит зритель, и когда он попадает в эту темноту, он видит, как из глубины этого коридора на него идут вот эти самые немые, черно-белые фигуры людей, это интерактивная в каком-то смысле инсталляция, потому что движения этих фигур, которые появляются на проекции, на экранах, они приходят в движение, когда через фотоэлемент, когда техника фиксирует, что кто-то вошел в это пространство инсталляции, и скорость их перемещений, количество персонажей, которые появляются на экранах, зависит от того, сколько человек находится, сколько зрителей находится в зале, поэтому возникает ощущение, что они реагируют на тебя, что они пытаются с тобой вступить в взаимоотношения, и это такой вот поток фигур, очень напоминающий на самом деле «Океан без берегов» Белобиола, такое появление фигур, но если у Белобиолы зритель остается абсолютно поглощенным этим зрелищем и бессильным перед ним, то у Гарри Хилла существует некая интерактивность, существует некое взаимоотношение этих фигур, где зритель, как раз единственное, что ты не можешь делать в этой ситуации, ты как зритель, это оставаться неподвижным, оставаться наблюдателем, чтобы что-то увидеть, ты должен идти, чтобы что-то произошло, ты должен взаимодействовать с этим пространством. Гарри Хилл почему-то очень не любит Белобиолу, он никогда не объясняет проблему своей глубокой нелюбви, но ведь он просто очевидно две соперничающие фигуры, и там какие-то у них есть глубокие внутренние расхождения. Ещё одна история, связанная опять-таки со звуком, это вот такая вот инсталляция, трубопровод, разрезанные трубы. Фотодокументация инсталляции художника Гарри Хилла «Разрезанные трубы» 1992 года. На фото тёмное помещение. На полу лежит толстая труба, концы её выходят за границы кадра. Труба разрезана посередине и раздвинута. В круглом срезе трубы установлен круглый экран. На нём показывается видеоизображение двух кистей рук. Они лежат на динамике музыкальной колонки. Руки слегка упираются пальцами в динамик. Размер колонки вписан в диаметр трубы. Труба выглядит как металлическая, у неё толстые стенки. На разрезах которых появляется вот такое вот видео. Это видео, продолжающее более, достаточно ранний видеоопус Гарри Хилла. Тоже связано с природой звука и вот такой физической природой звука. Здесь он тоже связан не столько с телом, сколько с субстанциями. Сейчас покажу, как это выглядит. Большой чёрный динамик музыкальной колонки на весь экран. Материализация речи, материализация языка. Появляется ладонь с песком. И высыпает немного на динамик. Вибрация звука голоса из динамика заставляет песок подпрыгивать. Снова появляется рука и высыпает уже больше песка. Песок подпрыгивает на динамике. Колонка наполовину заполнена песком. Голос звучит глухо. Позволю себе немножко убыстрить, ускорить процесс. Художник высыпает на динамик полную ладонь песка. Колонка выглядит как белый круг с чёрным ободком. Две ладони высыпают песок. Такой простой опыт занимательной физики показывает, что действительно предельно физическую природу языка, в данном случае звука, даже если речь идёт о записи и о репродукторе, то, что язык и речь обладают не просто интеллектуальной функцией донести до кого-то информацию, как и изображение обладает ещё некими магическими, сугестивными свойствами. Ещё одна инсталляция Горихила, называющаяся «Дервиш», и тоже являющаяся, прежде здесь речь идёт не об изображении речи, об изображении книг. И это тоже, прежде всего, некий экспириенс для публики, потому что человек оказывается в этой комнате. Сначала здесь несколько мониторов, и постепенно, когда ты там оказываешься, одна картинка, две картинки, три картинки, всё это образует, в конце концов, некий полный круг, который, как в «Танце дервиши», экстатическом «Танце дервиши», начинает вращаться вокруг тебя, пока ты не почувствуешь некие, видимо, достаточно гораздо более сильные, чем чисто визуальные или чисто интеллектуальные ощущения, которые могут быть связаны с восприятием искусства, которое перестаёт быть зрелищем и становится, в общем, местом, в котором ты оказываешься, и экспириенцией, в котором ты переживаешь. Очень важный вот этот элемент интерактивности, элемент, который может быть такой псендоинтерактивностью, условной интерактивностью, может быть настоящей, как вот в этом работе, которая называется «Против часовой стрелки», что является турным знаком, где на экране возникает лабиринт, и на экране возникают персонажи, возникают перформеры, которые так или иначе управляют движениями зрителей, объясняют им, куда надо пойти, объясняют им дорогу, но объясняют им таким образом. Фотодокументация выставки Гарри Хилла. Угол выставочного зала с высокими потолками и белыми стенами. На сером полу выложен большой лабиринт из белых брусков. Высота брусков не более 10 сантиметров. Он имеет квадратную форму. Широкие дорожки внутри лабиринта тоже пересекаются под прямыми углами. Внутри лабиринта находятся 6 человек в разных позах. Это посетители выставки. В левой части фотографии расположен вход в лабиринт. На противоположной стороне от входа, на стенде, видна видеопроекция. Она большая, примерно 3 на 2 метра. На проекции показана голова мужчины на однотонном фоне. Мы видим его затылок. У него короткие волосы. Слушать одного или другого, и в конце концов, видимо, объясняют таким образом, что тебе остается только потеряться в этом лабиринте и тоже почувствовать такой экспириенс. Вот такая очень инсталляция, отсылающая к сёжерской юности Гарри Хилла. Два разных, опять-таки, к оптической иллюзии. Те видео, которые возникают в разных вариантах перспективы этой школьной парты, это видео с волною, с некой огромной волной, которую нужно оседлать, по идее. И отсылает это еще и к такому существующему в серфинге представлению о зеленой камере, так называемой, это ситуация, когда серфер оказывается внутри волны, вот в этом завитке волны, и считается, что в этот момент человек может испытать озарение, испытать некий абсолютный инсайт, вот такой вот инсайт, надежду на него, и пытается, видимо, передать эту инсталляцию. Еще одна история про инсталляцию, где зритель должен почувствовать, ощутить ее как интерактивную, вот такой вот язык рук и жестов, где эти вращающиеся проекции тоже независимо, они уже, видимо, все-таки не реагируют на появление зрителя реально, так как это было в парусниках, но все равно ты, попав в эту ситуацию, ты не можешь не чувствовать, что эти персонажи реагируют на тебя, что эта рука указывает что-то тебе, что это лицо оборачивается не потому, что оно вращается и заснято таким образом, а оно оборачивается, реагируя на тебя. Цветная горизонтальная фотография инсталляции Гэри Хилла «Рука услышанная». В темном зале три больших экрана. На них изображены люди, которые смотрят на внутреннюю часть ладоней своих рук. Ладонь на высоте глаз. Люди сняты крупно, практически с затылка. Так что зритель хорошо видит их ладони практически перед собой. Также видны часть затылка и уши. Первый из трех экранов расположен слева. На нем девушка с темными волосами. Возможно, азиатской внешности. Пальцы руки слегка согнуты. На втором экране, который находится правее, мужчина в кепке. Третий экран расположен перпендикулярно к первым двум. На нем молодой человек с короткими густыми волосами. Он также смотрит на свою ладонь. У способности искушения зрителя, любое происходящее на экране, принимать на свой счет, такая обманка, восприятие, это тоже один из постоянных сюжетов Хилла. Иногда это настоящая интерактивность, иногда это ложная интерактивность, которая существует в сознании зрителя. Вот в этом проекте эта интерактивность была настоящая. Это маленькая комната, в которой оказывается инсталляция, в которой оказывается человек. Там стоит стул, на котором идет проекция. И эта проекция переворачивается в разное направление. Ты стоишь слева, в какой-то момент эта проекция переворачивается, оказывается справа. Я не только описание читала, поэтому я не могу представить, действительно ли это реагирует на то, с какой стороны стоит зритель. Или зритель должен реагировать на то, в какую сторону поворачивается картинка на столе. Но так или иначе, тут невозможность быть пассивным, невозможность быть наблюдателем, необходимость быть вовлеченным. И вот эта самая вовлеченность зрителя оказывается сюжетом, может быть, такой очень известной, уникальной для Гарри Хилла работы, связанной с социальным искусством. Инсталляция называется «Зритель». Никакого интерактива там нет. Это огромная проекция, где запечатлевшие 17 персонажей, или сколько их там, которые стоят абсолютно неподвижно перед камерой. Снимал Гарри Хилл здесь рабочих мигрантов, в основном из Латинской Америки, из Мексики. И решил он снимать эту инсталляцию, потому что около его, напротив его дома, в Сиэтле была некая благотворительная организация, которая занималась тем, что раздавала этим самым иммигрантам бесплатные супы и устраивала их на временную работу. И каждый раз, когда он шел к себе в мастерскую или шел к себе домой, он видел вот эту очередь этих насупленных молчаливых людей, которые с выжидающими взглядами, с надеждой на какое-то лучшее будущее, и на то, что удача-то наконец к ним повернется. И он предложил им сотрудничество. Он их нанял за ту сумму, которая составляет средняя часовая оплата работы такого эмигранта, и снял вот эту огромную видеофреску, где эти персонажи вот так вот строем стоят перед зрителем, очень напряженно на него смотрят, абсолютно немая, естественно, работа, а работа, которая воспринимается абсолютно интерактивной. Это потрясающее совершенно ощущение, ее показывали в Москве. Ну вот покажу такую любительскую съемку, только у меня немножко этот эффект становится понятным. В риад стоит множество мужчин. Камера движется вдоль риада. Мужчины как будто стоят с троем перед зрителем. Такое ощущение, что они смотрят прямо в камеру, как будто на зрителя. Смотрят напряженно. Их около 20 человек. Они одеты в обычную одежду. Джинсы, свитера, куртки. Все разного возраста. Мы видим крупно лицо одного из них. Ну вот этот самый пресловутый эффект Джоконда, что они повсюду следят за тобой взглядом, он здесь в невероятной степени присутствует. И находиться под этими очень выжидающими, очень настороженными, испуганными и не то чтобы доброжелательными взглядами этих самых людей, очень мучительно. Половина публики, которая была на московской выставке, была уверена, что там есть какой-то технический фокус, который действительно заставляет эти видеоизображения смотреть именно на тебя. Невозможно войти в эту комнату и не почувствовать, что все их взгляды обращены на тебя. невозможна вот эта ситуация, когда невозможно быть наблюдателем, когда ты оказываешься вовлеченным, когда ты не можешь, прекрасно понимая, что это не так, не можешь не думать о том, что они все уставились именно на тебя и под этим взглядом пребывать крайне дискомфортно. Это вот та ловушка зрительского восприятия, готовность любого изображения принять на свой счет, которая здесь потрясающе удалась, и потрясающе удалась вот в этом самом очень неапиширующем свой социальный пафос, но тем не менее очень мощному по этому социальному пафосу произведению. Хилл работал в очень многих медиа. Тут тоже это была уже такая идея 90-х годов, когда все видеохудожники, многие видеохудожники, стали со страшной силой сотрудничать с театрами, причем с театрами в основном не драматическими, хотя тоже есть варианты драматического театра, а с музыкальными. Вот Хилл, который интересовался перформансом, начинался перформансом в том числе, работал в 1997 году вот с такой вот хореографической компанией, для которой он делал видео, огромные видеопроекции, но при этом видеопроекциями все не ограничилась, и в конце концов его вытащили тексты читать и чуть ли не танцевать вместе с танцорами, и это тоже был один из опытов, про который он рассказывал, тем более, что действительно художник, который гораздо в большей степени, чем многие видеоартисты его поколения, является теформером, и для него очень важно пребывание не показывать себя, не актерствовать видео, а испытывать что-то на себе, пропускать что-то через свой собственный физический опыт. Фотодокументация работы Гэри Хилла и Мэг Стюарт «Расширение разума». Большой зал. На одной из стен проекция во всю стену. На проекции кисть руки с ладонью повернутой к зрителю. Перед экраном на круглом чёрном подиуме стоит женщина. Она сидит спиной к зрителю. Она обнажена до пояса. На ней штаны с ремнём. У неё светлые волосы, собранные в пучок. Правая рука заведена за спину и согнута. Женщина смотрит на экран. Кисть руки на проекции – это видеосъёмка, заведённая за спину руки, сидящей перед проекцией женщины. Также и добиваться ощущения, что зритель находится не просто смотрит на картинку, а находится в одном пространстве с ним и в одном пространстве с тем видео, которое он снимает. Стена – видео 2000 года, тоже показывавшееся в Москве. Это видео, которое снято по стробоскопе и показывается тоже со стробоскопом. Я вам покажу маленький фрагмент, как это выглядит как видео и как это работает. Вспышка света, и тело мужчины на долю секунды появляется на экране на фоне стены. В этот момент он сталкивается со стеной. Свет гаснет. Снова вспышка, и снова мужчина сталкивается со стеной уже в другой позе. Так повторяется каждую секунду. Он одет в чёрные брюки, чёрный пиджак и белую рубашку. На лице закреплён микрофон. Сам Хилл говорит, что это немножко ситуация допроса, когда надо давать как можно быстрее между двумя ударами отвечать на каждую фразу. Вопросов нет. Есть вот эти очень короткие реплики. Есть абсолютное соответствие каждой реплике движению и физическому действию. И ощущение... Но при этом, когда ты видишь это как инсталляцию, которая показывается с этим самым стробоскопным светом, который висит в комнате, возникает совершенно невероятный эффект. Это темнота, вспышка, появление этого тела на человека на экране. И возникает невероятное ощущение, что он вываливается с этого экрана, что человек находится в том же пространстве, где-то и сейчас. И что с каждым этим своим ударом об стену, об которую он бьётся физически, стена исчезает. Что стена превращается в этот свет, что он, ударяясь об эту стену, извлекает из неё вот эту самую вспышку. Достаточно яркое видео, не нуждающееся в каких-то интеллектуальных комментариях. Но само это ощущение физического действия, физического присутствия этого персонажа, который благодаря поставленному свету вываливается на тебя из экрана, выскакивает из этой стены, действительно каким-то образом прошибает её. Очень простой эффект, но совершенно невероятно действующий, гораздо сильнее, чем любое 3D кино. которое может сделать более сложными и дорогостоящими техническими средствами. Вот такая история, снятая во Франции в алжирском квартале Марселя. Это видео, которое появляется. Это тоже образы, которые на секунду появляются из темноты. И очень сложно заснять это в таком виде. На самом деле ты всё время пребываешь в тёмном зале. И только в какой-то момент из-за этой темноты на очень короткий период выхватывается то или иное лицо, то или иной угол улицы, тот или иной звук, который сопровождается. И опять уходит. То есть зритель вместо того, как бы, опять-таки не может расслабиться, он не может пропустить эту картинку, ничем не примечательную вроде бы там, если ты живёшь в Марселе, или если ты живёшь во Франции. То, что для тебя, как правило, оказывается той картинкой, которую ты не замечаешь, здесь вынужден её ждать, когда она появится. То, что является чем-то обыденным и повседневным, здесь становится предметом ожидания. Потому что невозможно же не рассмотреть. Когда тебе только что что-то исчезло с экрана, ты же должен подождать, когда оно появится, чтобы рассмотреть его. И вот эта ловушка для внимания зрителя, который вставит хилл, который совершенно виртуозно манипулирует вниманием зрителя. Почти цинично, но очень эффективно. Ещё одна история про язык, про речь. Это тоже, наверное, лучше показать, чем рассказывать. Извините, у нас видеоарты всё-таки предполагают много видео, в конце концов, а не только картинки. На чёрном экране два диска с цветочным рисунком. Они расположены симметрично от центра экрана. Их вращают руки. Это напоминает то, как диджей вращает пластинки, только намного медленнее. Звук на видео зависит от движения рук. Вот такое диджейское манипулирование речью, которая здесь живая речь. Это не манипулирование записью на пластинке, а манипулирование речью как таковой, которая для Хилла гораздо более пластична, чем принято представлять, чем мы обычно её воспринимаем. Ещё один проект, который Хилл делал для Франции, поэтому французское название, где он мог попрактиковаться в своём потрясающем умении «Говорит задом наперёд». Название этой работы, впечатление от Африки — это омаж французскому писателю Раймону Русселю, о котором был в связи с Дюшаном. Он был замечательный научный фантаст, придумывавший всякие безумные машины, ни на что фантастические, и придумавший, как он утверждал, очень сложную технику написания романов. Он писал некую одну фразу, заменял в паре слов «буквы». Так что бывают слова, которые отличаются одной буквой. Он находил похожие слова, у него получалась другая фраза, совпадающая с первой, за исключением трёх букв, но с совершенно другим смыслом. А дальше надо было бы думать роман, который начинается с первой фразы и кончается последней фразой. Роман оказывается очень причудливый по сюжету. Инсталляция не основана на текстах Раймона Русселя, но тем не менее отсылает именно к таким удивительным способам вылепливать сюжет из языка как такового, потому что достаточно только поменять несколько букв, чтобы у тебя появилась целая невероятная история. Экран, на котором есть изображение самого Гарри Хилла, произносящего некий текст, в одном случае он произносит его задом наперёд, но в какой-то момент картинка переворачивается, и аудиодорожка тоже переворачивается. Но не потому, что он теперь наконец произносит текст как полагается, а потому, что запись вот этого текста, произнесённого задом наперёд, пускается в обратную сторону. Соответственно, текст не становится от этого понятным, текст не становится от этого нормальным, и возникает некое очень странное ощущение некого другого языка, который вроде бы... вроде бы все слова понятны, но что-то с ним не так, это какая-то как-то другая природа этого слушания, этого языкового опыта. Как и многие видеоартисты, Гарри Хилл делал несколько паблик-арт, это работа «Дневная астрономия и другие оксюмороны», сделана для библиотеки публичной в Сеаке, в городе, где он сам живёт. Фотография работы художника Гарри Хилла, «Дневная астрономия и другие оксюмороны». Изображена часть театриума здания библиотеки, две перпендикулярные стены, на одной из них три яруса балконов. На свободной стене в её верхней части видна проекция, работа Гарри Хилла. На проекции белые фигуры на тёмном фоне. Это напоминает негативное изображение на фотоплёнке. Различима фигура животного, похожего на корову, которая стоит боком. Ниже слева – нечто напоминающее силуэт маленького древнегреческого храма с колоннами. Просто как пример работы с пространством. Понятно, что в таком случае текста и звука, собственно, того, с чем он работает, быть не может. Это паблик-арт. А вот в этом проекте, который он делал для Рима, для, собственно говоря, колизея и римского форума, как раз там дело было построено на звуке, что это попытка заставить эти древние арки, заставить это пространство вновь наполниться звуками. Фотодокументация работы художника Гэри Хилла «Переозвучание арк». Две цветные фотографии. Фотография слева вертикальная. На ней мы видим проекцию на внутреннюю часть старой стены над аркой. Это изображение обнажённого мужчины. В левой руке он держит округлый предмет на палке. Под фигурой светится проём арки. Фигура кажется почти белой, напоминает античные статуи. Справа горизонтальная фотография стены колизея изнутри. Кусок руинированной постройки освещён софитами. Фотография сделана вечером или ночью. Луки и свет приводят здесь так или иначе изображение и видеопроекция. Как я уже говорила, Хилл в основном снимает сам себя. То есть не снимает, а записывает себя. В редких случаях он работает с приглашёнными перформерами. В редких случаях он документально увидит, как зрители, и как в проекте про «Алжирский квартал в Париже». Но у него было два видео, в которых он работал с профессиональной актрисой. Причём ни с какой-нибудь из Изабелли Пэр. Главная звезда французского кино. Именно такая актриса, которая очень играющая. Это заказная работа, сделанная для ретроспективы, для фотовыставки, которая была посвящена Изабелли Пэр. Привозили её в Москву несколько лет назад. И интересно это тем, что делает видеохудожник, когда ему надо поработать с профессиональной актрисой. Он делает, наверное, одну из самых невыносимых для профессиональной актрисы испытаний. Он ставит её перед камерой с просьбой ничего не играть. Довольно долгое время профессиональная актриса должна ничего не играть перед камерой. Это и снимает он её. Это рассинхронизированное изображение, где каждый раз получается, что она оценивает саму себя, что она смотрит на саму себя. Так же, как существует, видимо, любой актёр, который не может просто быть. Ему нужно всё время оценивать, как я стою, как я смотрю на себя, как я гляжу, как я выгляжу, что я, что я, такое постоянное критическое отношение к тому, как ты существуешь. И он зацикливает эту плёнку, он действительно ловит её на этом, как он сам объясняет, что это про зазор между быть и показывать, что между быть и играть. И синхронизировав особым образом эти две записи, он показывает, собственно говоря, что это такое существование актёра, который всё время должен оценивать себя со стороны, что он делает. Фото с инсталляцией Гэри Хилла, колокол, звенящий среди пустого неба. Перед нами фрагмент выставочного зала с неярким освещением. Стены белые. К одной из стен прислонены два больших вертикально ориентированных экрана. Экраны чуть выше человеческого роста. На них одна и та же женщина в схожих позах. Она стоит, оперевшись на левую ногу, руки скрещены на груди. На ней белая рубашка, джинсы и бежевая обувь. Волосы тёмные, собраны в пучок. На одном изображении женщина смотрит в камеру, а на другом чуть вверх. Ракурс немного различается. На фотографии справа женщина снята чуть снизу. Очень занятная, очень критическая по отношению к актёрству и актёрскому существованию в кадре работа получилась из этого. Огромная инсталляция, которую Хилл делал во Франции. Видимо, американский художник, экранизировавший Мориса Бланшо, навсегда завоевал сердца французских интеллектуалов, французской публики. Поэтому очень много работал во Франции. В частности, это проект «Фрустрация», который был сделан по заказу Фондосенки Артье. Фонд Артье в области современного искусства. Один из лучших выставочных залов в Париже. Понятно, там Артье – юбилейная ферма. Очень богатая организация с роскошными выставками, с роскошной программой современного искусства. С очень сложным залом, для которого нужно делать целиком специальную инсталляцию. Цветная вертикальная фотография инсталляции Гарри Хилла «Фруструм-2006». Проекция на стене тёмного выставочного зала. Яркие белые линии образуют форму опоры линий электропередач. Сверху от неё расходятся тонкие лучи. Они напоминают тянущиеся от вышки провода. Опора линии электропередач похожа на вытянутый по вертикали треугольник, внутри которого линии образуют косые кресты. За этим изображением находится большое изображение коричневого орла. Он как будто пытается пролететь сквозь вышку. Похоже на то, что он заперт в опорах вышки, как в клетке. Его крылья выходят далеко за пределы вышки, распростёрты в сторону. А тело заперто в её опорах. Внизу, на ровном зеркальном полу, вся инсталляция отражается. И Хилл сделал такую инсталляцию. Это видео, где есть этот орёл американский, запутавшийся бьющими крыльями, который попал в клетку в вышку электропередач. Отражается это всё в резервуаре с нефтью. И ещё идёт звук, звук кнутов, которыми гонит стадо. То есть все символы мощи. Американский орёл, энергия, нефть. И кроме всего прочего, эта самая штука, которая там лежит, это 12-килограммовый слиток золота, который предоставил фонд Cartier. Всё-таки ювелирная фирма. Чего-чего, а слиток золота у неё можно было попросить. Это слиток золота, на котором написана цитата из мистического текста старинного. Всё, видимо, если в подобие чего-то скрытого. И, как говорил сам Хилл, это история про паранойю. Вот вся эта выставка с этой мощью, с этой нефтью, с этими орлом, символом величия, который попал в клетку. Это была история про паранойю современного мира. И связано было с этим проектом то, что этот слиток золота, в конце концов, украли с этой выставки. 12 килограмм золота. Потом её очень осторожно показывали в других местах, но всё-таки показывали. И, насколько я знаю, сам Хилл был, по-моему, очень доволен, что это произошло, потому что это была некая реализация этого проекта, то, что проект про силу и фрустрацию, паранойю просто был бы неполным, если бы этот кусок золота, который там лежал как приманка, не был бы украден. Это, в общем, такое завершение идей про интерактивность, вовлечённость зрителя и про то, что каждая ситуация, которую он создает, являет своего рода ловушкой для зрителя, это такая невероятная ловушка, которая сработала. Ну и продолжение тоже сели с золотом. Это более скромное использование золота, но всё-таки оно было. Это монеты, которые... Всякие способы рассматривания этих монет, монеты, которые он отчеканил, золотые монеты с изображением, собственно говоря, самого Гори Хилла, но в самых негероических образах, в одном случае он получает пощечину, на другой монете было изображено, как его секут по заднице лавровой веткой, то есть такое вот понятие вины, чувство вины, которое отчеканено в золоте. Две цветные фотографии инсталляции Гори Хилла, Вина. На фотографии слева — фрагмент выставочного зала. Видны две стоящие одна за другой жёлтые пирамиды со срезанной вершиной. Пирамиды примерно по пояс человеку. На каждой пирамиде сверху установлена большая белая подзорная труба. Перед ближней пирамидой справа — небольшой подиум цилиндрической формы. На нём виден небольшой круглый золотой предмет. Это монета. Эта же монета крупно изображена на правой фотографии. На монете выгравировано лицо самого художника Гори Хилла. В правую чоку художника бьёт большой кулак. Лицо художника перекошено от удара кулаком. И золото, как тоже некое, то, что связано и с абсолютной ценностью, и с чувством вины, и один из самых мощных и самых амбивалентных символов современной, вообще в мировой европейской культуре. Ещё одна инсталляция, связанная с ощущением тела, с тем, что видео — это способ переживания тела, — это бокс, который состоит из четырёх проекций классическим образом. Это сам художник, который как бы раздвигает стены этого ящика. Цветная горизонтальная фотография инсталляции Гори Хилла вверх против низа. В тёмном выставочном зале на двух стенах большие проекции. На дальней стене проекция с изображением головы Гори Хилла. Он утыкается в тёмную стену лбом. Голову видно сбоку и немного сзади. У мужчины седые волосы, собранный фост. Проекция на стене слева показывает руку художника. Она видна по локоть. Пальцы расправлены и упираются в тёмную стену. И иногда ему это удаётся, потому что в этом боксе вдруг возникает зазор между экранами, из которых, собственно, в этой комнате возникает некая чёрная полоса, возникает некая диафрагма, и потом эти стены, опять-таки, всё-таки очень стены виртуальные, опять-таки смыкаются. Где каждый человек, который оказывается внутри этой инсталляции, в общем, ему остаётся только идентифицировать себя с художником, где тот телесный опыт, который переживает, он сам оказывается ролью, которую готовы на зрителю, который оказался в той же ловушке, из которой он точно так же не может выбраться. И очень разные фотографии. Удивительным образом, как эта инсталляция может натягиваться на разные пространства. То есть классический вариант с боксом из четырёх стен, а вот может быть вот такая вот проекция и вот такая вот проекция, ну и на худой конец просто проекция на четырёх мониторах тоже неплохо смотрится. Это относительно недавняя по времени работа Гарри Хилла, связанная с его увлечением психотелической обуви, психотелической культурой, психотелический мысленный эксперимент, она называется. Ничего не могу о ней сказать, кроме того, что там сам он появляется в образе такого безумного учёного, который что-то интересное объясняет. И что используется здесь очень необычно, как такая немножко ретрофутуристическая на нашей стереофотографии, стереоочки. И вот ещё такая же работа, которая тоже предлагается, красота в глазах смотрящего, которая опять-таки полагается смотреть через стереоочки. Ну, в общем, такая самая, очень старая, очень наивная, но при этом достаточно доходчивый способ вовлечь зрителя в это самое воображаемое пространство, которое создаёт художник. Вовлечь в иллюзорное пространство художественного произведения. И тоже один из недавних перформансов, связанных с тем, как на вечную Гарри Хилла, на его постоянную тему Гарри Хилла, на то, как читать слово при помощи тела. Вещь тут идёт об испанском языке, чуждом, и о том, как буквы, которые проецируются на сцену, на пол, нужно читать только через танец и через тело. В тёмном помещении белая проекция на полу. На проекции стоит художник в белой одежде. В верхнем левом углу врезка видео с обратного ракурса. На полу появляются буквы. Мужчина наступает на них ногами. Двигается, как бы танцуя. Он упускается на четвереньки и словно ловит буквы руками. Ложится на живот, и круговыми движениями рук ловит буквы. Встаёт в прыжке. Левой ногой очерчивает круг. Продолжает руками и ногами касаться проецируемых букв. И так далее. Всё можно посмотреть потом самостоятельно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...